Квалифицированные кадры – основа продуктивной деятельности любого предприятия. Иногда ради достижения высоких результатов предприниматели готовы искать профессиональных работников даже за пределами своего региона, но делать это совсем не обязательно. Такой тезис поддерживают все, кто собрался на круглом столе, посвященном проблемам укомплектованности щелковских предприятий квалифицированными кадрами. Организаторами выступили представители местного союза промышленников и предпринимателей, но привлекло мероприятие не только бизнесменов. Щелковские власти также заинтересованы в создании новых рабочих мест для местных жителей, особенно в условиях, когда на территории муниципалитета готовятся к открытию новые предприятия. Мы сегодня на инвест-части с Алексеем Васильевичем рассматривали те проекты, которые предлагаются для того, чтобы их реализовать в Щелковском районе. И практически одновременно нужно рассматривать вопросы подготовки кадров для реализации этих проектов. По мнению руководства района, самая большая проблема на сегодня – отсутствие инициативы от самих работодателей в вопросе привлечения именно местных кадров. Зачастую на территории Щелковского района проживают специалисты в нужных отраслях, но из-за отсутствия грамотной кооперации они вынуждены работать на благо других регионов, в то время как свободные рабочие места в Щелковском районе занимают жители других городов и муниципалитетов. Мы потеряли даже здесь внутри себя из-за отсутствия кооперации рабочие места. Это ужасно. Получается, наши ездят куда-то на подсобные работы в Москву и другие города, в Подмосковье потенциал, который мы могли бы и места, которые мы должны были бы заполнить здесь на территории. Несмотря на то. Для решения этой проблемы руководство района планирует выстроить совместную работу с предпринимателями. В администрации уже функционирует отдел, который должен создать целую систему, позволяющую связать все ступени развития сотрудника – от школьного образования до выпуска из профессионального учебного заведения. Благодаря ей в дальнейшем каждый специалист сможет узнать, на каком местном производстве будут востребованы его умения и способности. Алексей Ивалов выразил надежду, что местные предприятия проявят заинтересованность и включатся в работу вместе с властями. Способствует оттоку местных специалистов и нехватка информации. Зачастую работники просто не знают, что для них есть свободные вакансии недалеко от дома. Но больше всего влияние на ситуацию оказывает отсутствие программ по подготовке молодых кадров. Выпускники учебных заведений просто не знают, где применить таланты в своем районе, либо оказываются просто невостребованы в работе из-за отсутствия необходимого опыта. Таким образом, вчерашние выпускники вынуждены искать вакансии за пределами Щелковского района, что неизбежно приводит к оттоку молодого населения из муниципалитета. По мнению депутата Московской областной думы Владимира Шапкина, предприятиям нужно не бояться сотрудничать с молодыми кадрами. Ведь благодаря такой работе прямо у себя на производстве можно вырастить грамотного квалифицированного специалиста, прекрасно разбирающегося во всех тонкостях своей профессии. А вот рассказывать о свободных местах и востребованных в районе отраслях молодым людям необходимо еще со школьной скамьи. Если предприятие, заинтересованное в развитии, заинтересованное в перспективе специалистов, наверное, обратилось бы к системе образования на то, чтобы проводить соответствующие экскурсии. Не знаю, там, круглые столы, так сказать, дни открытых дверей. Если предприниматели будут четко следовать такому плану, то специалистов, готовых остаться и работать на благо Щелковского района, станет существенно больше. А это даст дополнительный стимул не только к развитию местных предприятий, но и к развитию всего муниципалитета. Мария Смирнова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».